Перед нами благословенное время, время посвящения деток Господу. И сейчас я хотел бы под ваши аплодисменты пригласить сюда детей вместе с их родителями. Итак, сегодня Господу будут посвящаться Власенко Иван Романович, Копацкая Алиса Романовна и Усов Максим Дмитриевич. Поэтому, дорогие родители, пожалуйста, можете проходить на эту сцену. Проходите, пожалуйста. Слава Господу! Слава Господу! Дорогие, сегодня ваших деток будут помазывать, посвящать, благословлять, мы будем молиться. Но прежде я хотел вам дать короткое наставление. Итак, в 127-м псалме с 1-го по 5-й стих написано следующее стихи. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук Твоих, блажен Ты и благо Тебе. Жена Твоя, как подавитый лоза в доме Твоем, сыновья Твои, как масличные ветви вокруг трапезы Твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Посмотрите, что написано про детей. Они как масличные ветви. Маслина, вот она на экране, сама по себе такое незрачное дерево. Почему Давид сравнивает с масличным деревом? Почему именно с оливковым деревом? Не с могучим кедром, который велик и огромен. Не с красивым миндалем, не с ценным кипарисом, а с оливковым деревом. Секрет в том, что масличное дерево, в котором нет ни вида, ни величия, чрезвычайно выносливое, очень стойкое. Ему не страшны ни бури, ни ураганы, ни многолетние засуки. Многие леса просто погибают вследствие двухлетней засуки, трехлетней засуки. Масличным деревьям это не страшно. Их можно срубить под основание, их можно выжечь, но они все равно через некоторое время в этом месте появятся новые веточки. И маслин будет еще больше, еще больше, она еще шире разрастется. И ключевой силы кроется в корнях этого дерева, жизнь этого дерева в корнях. Эти корни углубляются до 7 метров в глубину и до 10 метров в ширину. Иногда даже они сплетаются, переплетаются друг с другом эти деревья. И это дерево, на первый взгляд, может быть неприметное, но это дерево очень с мощной корневой системой. Оно невероятно устойчиво, плодоносит столетиями, столетиями приносит плод. И Бог особенно отмечает его в своем служении. Именно с веточкой этого дерева возвращается голубь в Новый Новый Ковчег. Именно из ствола и корней этого дерева были сделаны ворота святое святых и херувимы, которые смотрят на Ковчег Завета. Именно из плодов этого дерева делают масло, которым помазывали царей и помазывали самого Иисуса, когда Мария вылила мира на его голову. Везлями этого дерева махали Иисусу, когда он въезжал в Иерусалим и кричали «Осана!». Именно таким деревом видит Господь ваших детей. «Но при одном условии, если их родители будут бояться Бога и ходить Его путями». Другими словами, у всякого, кто будет бояться Бога, уважать Его, чтить Его заповеди, ходить Его путями, корнем будет сам Бог. Сам Бог будет питать, сам Бог будет защищать, окружать, сам Бог будет держать вас. И тогда вам, как этому дереву, вашим детям не будет грозить ни один ураган, ни одна буря. Вы выстоите, вы пройдете это, потому что Бог вас будет благословлять и питать. Сейчас мы будем помазывать ваши детей елеем, как когда-то помазывали елеем царей. Но я хочу, чтобы вы поняли, чтобы вы осознали, что самым главным помазанием в их жизни будет ваша богобоязненная жизнь. Церковь, давайте мы поднимемся. Друг Господь, мы благословляем и помазываем елеем во имя Иисуса Христа. Мы благословляем, помазываем елеем во имя Господа Иисуса Христа. Мы благословляем, помазываем елеем во имя Господа Иисуса Христа. Церковь, давайте мы помолимся. Друг Господь, мы благословляем Твое Святое Имя. Боже, мы просим о том, чтобы Ты благострил, Господь, этих детей. Боже, сам помаши, Господь. Сам, Господь, защити. Боже, приди своей святой, Господь, рукой и покрой их. Боже, пускай они будут в милости Твоей. Пускай они будут под Твоей защитой. Боже, дай им здоровья, Господь. Дай им хороших друзей. Дай им прекрасные семьи, работы, Господь. И дай им служение по сердцу. Пускай, Господь, их жизнь будет перед Тобою, как приятный фимиам. Боже, благослови также и их родителей, Боже. Дай им мудрости, сил, финансов, Господь, здоровья поставить детей на ноги. И пускай, Господь, они будут примером богобоязненности, примером в служении, примером, Господь, людьми, которые ходят Твоими путями. А Ты их благословляй, защищай. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Эти аплодисменты для вас. Мы радуемся вместе с вами. У нас есть подарки. Итак, Усов Максим Дмитриевич. Сюда. Это вам. Бугоец Илья Владимирович. Нету? Асача Наталья Руслановна. Поменялась? А там есть, можно, Женя? Сейчас мы найдем ваши. Так, мы сейчас быстренько найдем. Так, есть. И Копатская Алиса. Держите, это им. И Власенко Иван Романович. Держи. Все у нас есть. И также Библии, пожалуйста, Вам благословение огромное. Держи, это тебе. Вместе с родителями можно их читать обязательно. Держите. Пускай Бог благословит вас. Вы можете посаживаться на свои места. Мы будем хлопать, провожать их. Он любит имя, нет. Он любит имя, нет. Он любит имя, нет. Он любит имя, нет.